Следующего гостя мы позвали специально для Александра, потому что пенсия не за горами у моего соведущего. Поэтому я думаю, что для тебя будет очень много полезной информации. Да, абсолютно верно. Я готов представить нашего гостя Татьяна Сопронова, начальника отдела организации персонифицированного учета отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. Вот собираюсь на пенсию, уже совсем скоро пробьет мой колокол. Я у вас хотел спросить, а что такое крымский стаж? Каждому человеку при получении СНИЛСа, а он есть, я уверена, у каждого теперь, абсолютно наряду с паспортом, свидетельством о рождении, открывается автоматический индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде. И на нем начинают накапливаться сведения. Конечно, не деньги, а именно сведения о стаже, о заработной плате, об уплаченных страховых взносах. И вот у нас крымчан и жители Севастополя эти сведения начали накапливаться не раньше, чем с августа 2014 года, когда наши работодатели начали уплачивать страховые взносы. И вот таким образом появился персонифицированный учет в Крыму по-российски. А на территории всей России, конечно же, сведения, все сведения о стаже всех россиян, они уже на лицевых счетах, вот начиная с советского периода, вот все сведения. И, конечно же, назначение пенсии происходит под данным персонифицированного учета. Для того, чтобы наши крымчане не были, так сказать, ущемлены в этом вопросе, и эти пенсии назначались и у нас под данным персонифицированного учета, в августе этого года был принят федеральный закон, в соответствии с которым вот сведения о крымском стаже, о советском, ну мы его так назвали, вот крымский стаж, тот, который до российского, вот он тоже появится в лицевых счетах, и мы тоже сможем назначать пенсии под данным персонифицированного учета в полном объеме. А кто должен подавать эти самые сведения? Можно разделить, так сказать, на три категории. Во-первых, это, конечно же, работодатели. Во-вторых, это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, вот те, которые сами за себя работают. Вот они предоставят сведения в пенсионный фонд сами. И есть такая категория, нигде не работающие граждане на текущий момент, но у них, конечно же, есть определенный стаж за спиной, и они также принесут сведения идти в пенсионный фонд сами. Скажите, а если я вот работал комбайнером, до того, как пришла на тебя радиокомпания еще при Украине, кто должен подавать мои сведения о том, что я работал в полях? Вот на текущий момент ваш работодатель действующий. То есть они должны взять мою трудовую книжку, выписать оттуда, где я там сколько зерна собрал, и подать вам. Ну, не зерна, сколько собрал, а должность. Да, 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 комбайнер. Это вот работодатель, период непосредственно работы, и ваша должность. В принципе, вот это сведения, которые составляют сведения о стаже, так называемые. Совершенно верно, наши текущие работодатели, вот зарегистрированные сейчас в российском поле, они подадут сведения о нас за всю нашу работу, вот назад. Вот все, что есть там в наших документах. Трудовую книжку. Да, совершенно верно. Но вообще, я знаю, что есть определенные сроки для того, чтобы подать крымский стаж. Срок есть. Федеральным законом он предусмотрен не позднее 31 декабря 2021 года. Для такой огромной работы, конечно же, срок не очень большой – два года. Именно поэтому территориальные органы пенсионного фонда разработали и утвердили графики предоставления сведений, для того, чтобы работа эта была все-таки более планомерная. И в первую очередь в графике какие приоритеты? Ну, в прошлом году появилась такая категория предпенсионеры, которые в первую очередь в ближайшие несколько лет, уверяю, нет еще, пойдут на пенсию. Конечно же, эти сведения нам нужны в первую очередь. Опять-таки, категория лиц с льготным стажем, которые также раньше выходят на пенсию. Вот в этих графиках они, и предприятия, у которых есть такие люди, они в первую очередь нам должны стать сведения, чтобы мы проверили, прежде всего, еще эти сведения, прежде чем они попадут на лицевой счет. Скажите, а в каком виде нужно отчитываться перед пенсионным фондом? Пенсионный фонд, конечно же, разработал форму для предоставления сведений. Она утверждена правлением пенсионного фонда, она есть и на сайте пенсионного фонда, ну и в свободном доступе в интернете. Эта форма называется СЗВК. Вот так вот. И вот в ней и нужно будет аккумулировать все эти сведения. Сложно ее заполнить? Ну, как и любую форму, для того, чтобы ее заполнить, мы сделали все максимальное. Во-первых, мы сейчас сделали рассылку для каждого работодателя на территории Республики Крым, где подготовили рекомендации, во-первых, для организации, как правильно организовать эту работу на предприятии. Там ответственные лица, какие сведения в первую очередь, на что обратить внимание. Во-вторых, вот то постановление пенсионного фонда, оно содержит не просто саму форму, а инструкцию по заполнению. Какие коды в отношении каких работников нужно предоставить корректно и правильно. Более того, вся эта рассылка, она содержит вот ссылки на те сайты пенсионного фонда, где можно взять программу, в которой сформировать отчет. А мы уже здесь постарались, конечно, для этой программы сделали инструкцию, по шаговую, на какую кнопку, так сказать, нажать, для того, чтобы работодателю было легче сформировать эти сведения. Ну и, конечно же, сейчас полным ходом в каждом нашем территориальном органе ведутся семинары с работодателями, как теоретических вопросов, так и непосредственно практики. компьютер, программа, и выносим сведения, чтобы избежать каких-либо ошибок. Также есть программа для проверки сведений на контроле, наличие каких-то там пробелов элементарных, которые не должны быть в сведениях, которые могут воспрепятствовать получению этих сведений пенсионным фондам. И вся эта информация, она содержится на сайте, на страничке пенсионного фонда нашего отделения, непосредственно на сайте ПФР, когда семинары проходят, в какое время. И добро пожаловать в пенсионный фонд, наши коллеги. Что же тебя приглашают. Я же уже и готов. Но вы знаете, меня вот еще очень сильно интересует такой вопрос. Молодежь крайне скептически относится к пенсии, и в особенности к тому, что к пенсии нужно готовиться уже прямо сейчас. Саша, ты уже не молодежь, поэтому расслабься, речь идет не о тебе. Ну, не стоит, наверное, скептически к этому относиться, потому что все-таки это определенный период нашей жизни, и он будет у каждого. Поэтому интересоваться процессом формирования нашей пенсии нужно именно с юности. Береги честь молоду, правда же? Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, на основании каких документов можно подтвердить трудовой стаж? Ну, прежде всего, конечно, это вот уже упоминали трудовая книжка, но есть такие периоды, которые еще оформляются, подтверждаются дополнительными справками. Учеба – это наши дипломы, да, там служба в армии, военные билеты, получение пособия по безработице – это справка из центра занятости. Но вот спасибо за вопрос, не упомянула документ, который мы также разработали для всех работодателей, это памятка работы с трудовой книжкой. На какие моменты обратить внимание? Конечно же, где-то, может быть, недобросовестные работодатели не совсем корректно оформляли трудовые книжки. Вот на что следует в этом случае обратить внимание? Вот все это мы также отразили в памятке для того, чтобы работодатели могли сформировать сведения. Но вообще, на самом деле, это очень трудоемкий процесс, очень сложный процесс. Может быть, вы сейчас коротко прямо скажете, где же нам, ну, разъясните, где же все-таки получить информацию о том, как подготовить все сведения? Ну, прежде всего, мы стараемся на сайте вкладывать, на странички отделения пенсионного фонда, и мы проводим, вот как я уже говорила, регулярные рассылки работодателям. Ну, а кто отчитывается перед пенсионным фондом не в электронном виде, то, приходя в наши клиентские службы, мы, конечно же, все эти уведомления выдаем им на руки. Большое спасибо, Татьяна Владимировна. Напоминаю, в гостях в нашей студии Сокронова Татьяна, начальника дела организации персонифицированного учета отделения пенсионного фонда России по Республике Крым. Спасибо за интересный и, главное, содержательный разговор. Спасибо вам, хорошего дня.